С выходом новых мобильных видеокарт NVIDIA производители ноутбуков решили обновить свои модельные ряды. Компания MSI одной из первых выпустила лэптоп с новым видеоадаптером, к тому же смогла уместить всю мощь игрового железа в столь тонком и элегантном корпусе модели GS72QE Stealth Pro. Ноутбуки линейки GS позиционируются MSI как имиджевые, поэтому мощь и автономность в них сочетается с изысканностью дизайна, но и они мало похожи на традиционные геймерские машины. Помимо обычной модели черного цвета, которая попала к нам в руки, есть эксклюзивные модели красного и белого цвета, но стоят они немного дороже своего черного собрата. К качеству сборки корпуса не придраться, ничего не лифтит, никаких посторонних швов или неаккуратных стыков. Чтобы ноут не скользил по столу, на его нижней части предусмотрены аж 9 резиновых ножек, а чтобы он не скользил по коленям, предусмотрена специальная текстильная накладка. GS70 может предложить пользователю довольно внушительный набор интерфейсов для подключения периферии. С левой стороны расположены три аудиопорта, два порта USB 3.0, гигабитный LAN-порт и три видеовыхода, которые можно подключить до трех мониторов одновременно. Причем порт HDMI поддерживает разрешение 4К. На правой стороне есть еще два слота USB 3.0, кардридер формата SD, гнездо зарядки и секция для замка Kensington. Открывается ноутбук довольно жестко. Одной рукой это сделать не получится. Ноутбук оснащен 17-дюймовой TN-матрицей с антибликовым покрытием. Он обеспечивает разрешение Full HD и выглядит очень неплохо, но TN есть TN. Углы обзора и цветопередач у IPS-матриц лучше. MSI продолжает активно сотрудничать с компаниями SteelSeries и Dyne Audio. В этой модели тоже установлены 4 динамика и низкочастотный сабвуфер, которые хорошо звучат. Так что при необходимости Stealth Pro может заменить компактный музыкальный центр, потому как с громкостью и качеством звука здесь все в порядке. Полноразмерная клавиатура SteelSeries островного типа может похвастаться подсветкой любого цвета, игровой зоной с антигостингом и замечательной программируемостью. Кнопки одинаково удобны как во время игры, так и при наборе текста, а с помощью утилиты SteelSeries Engine можно изменить назначение 90% клавиш и хранить их на разных профилях. Эта модель поставляется как с предустановленной Windows 8.1, так и без нее. Все зависит от приставки X в названии. За проводное подключение к сети отвечает лучший контроллер на рынке. Qualcomm Eteros Killer E2200, который поддерживает приоритеты трафика. Беспроводное подключение реализовано на базе адаптера Realtek RTL8723BE, который работает со стандартами 802.11 BGN. Этого достаточно для потокового видео или онлайн-игр, но хотелось бы больше. Приемник стандарта AC здесь бы точно не помешал. Зато вычислительной мощности хоть отбавляй. Существуют разные конфигурации GS70. Во всех установлен один из лучших мобильных процессоров Intel Core i7-4710HQ и соответствующая ему по рангу видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970M со своими 3 ГБ памяти. Именно благодаря этой замечательной паре ноутбук относится к категории высокопроизводительных машин. Конфигурация памяти и накопителей зависит от конкретной модели. В нашей установлено 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 128 ГБ. Для хранения больших объемов данных предусмотрен отдельный жесткий диск объемом 1 ТБ. При желании систему можно проапгрейдить. Под крышкой имеется еще два слота для SSD с интерфейсом MSATA, а сама платформа H87, на которой собран ноут, позволяет установить сюда до 3 SSD общим объемом до 768 ГБ. В нашем случае пустует один из слотов памяти, так что можно доставить еще и 8 ГБ оперативки. Благодаря мощным комплектующим ноутбук демонстрирует высокую производительность в синтетических тестах, однако тонкий корпус не способствует хорошему охлаждению. Поэтому при серьезной нагрузке места возле карты и процессора ощутимо греются, а вентиляторы начинают шуметь. С помощью утилиты Dragon Gaming Center можно выбрать один из режимов производительности. Однако рассчитывать на долгое время автономной работы не стоит. Аккумулятора хватит на 3 часа просмотра видео или на час игры, так что от розетки далеко отходить не стоит. Зато в качестве игрового ноутбука GS70 зарекомендовал себя наилучшим образом. War Thunder, Call of Duty Advanced Warfare, Watch Dogs — все спокойно идет на высоких настройках графики. Благодаря хорошему звуку и программируемой клавиатуре играть значительно приятнее. Так что GS72 QE Styles Pro можно действительно назвать игровым ультрабуком, с возможностью апгрейда. Из-за скромных габаритов он сильно греется, но это легко решается хорошей подставкой, а стильный дизайн и качество сборки не заменить ничем. Дорогой, но идеальный вариант для тех, кто время от времени любит поиграть. Субтитры создавал DimaTorzok